Это событие обсуждает вся Россия, а вы только прилетели с Марса и не знаете, кто такие эти Little Big? Или наоборот, знаете, но хотели бы освежить память и узнать о них побольше? Тогда этот документальный фильм о наших феноменальных музыкантах создан именно для вас. А также, почему вначале Little Big полюбили в мире, но возненавидели в России? Как им удалось снять клип на песню об огромном мужском половом органе и получить за это награду в Европе? А также, почему их могут засудить на Евровидении и каковы вообще шансы на победу? Обо всем этом и о многом другом вы узнаете в ближайшие 20 минут. Погнали! На дворе 2013 год, близится 1 апреля, в народе именуемая как День дурака. А в это время парень из поселка Читинской области, который переехал в северную столицу, вместе с двумя девушками карликового роста записывает рейв-трек полностью на английском языке и снимает на него клип. Ну, уже звучит и выглядит немного странновато, не правда ли? Особенно для 2013 года, когда наш народ только начал вклиниваться в YouTube-среду и отвыкать от телевизионной цензурщины. Так, ну а что же мы видим дальше? Девушка сексуально скачет на символе русского народа медведя, а также заявляется, что у нас нет будущего, денег и остается только бухать. Ох, ё-моё, да что себе позволяет этот иностражка? Наверное, многие зрители тех лет думали, что это какой-то иностранец высмеивает стереотипы русской культуры жизни. Да вот не тут-то было, этим занимается как раз наш русский человек Илюшка Прусикин, народе известный как Ильич. И здесь страна делится на два лагеря, а именно на тех, у кого есть чувство юмора, и они прочувствовали всю сладость сатирического посыла, и тех, кто имеет более консервативные взгляды и пропитан пессимистическим настроем. Ну да ладно, давайте досмотрим до конца. Угу, девушка-карлик, обернутая во флаг России и СССР, обливает себя водярой и поет все те же слова, что у нас нет будущего и денег. А усатый мужичок с крашенными волосами скачет и заявляет, что он каждый день бухает. Стоп! Да это как раз то, что нужно для представления нашей страны на Евровидении. Наверное, на тот момент эта мысль могла закраситься только в самую дурную голову, а сейчас это реальность. Музыкальный рейв-коллектив Little Big официально будет представлять Россию на Евровидении 2020. И дорогие зрители, черт возьми, это самая крутая реальность, и я думаю, что высказываю мнение миллионов людей в нашей стране. Так, а вот каков же был путь с момента этого клипа до заявки на Евровидение? Правда интригует? Давайте же вместе с вами насладимся эволюцией творчества этого незаурядного коллектива и оценим шансы на победу. Итак, Ильич родился 8 апреля 1985 года на границе России и Китая в Забайкале, Читинской области, поселок Усть-Борзе. То есть на данный момент ему уже 34 годика, совсем скоро 35. И для такого возраста делать актуальный контент для молодежи и не только, это по-настоящему феноменальный талант. Чуть позже семья Прусикиных переезжает в культурную столицу Питер. Илья окончил не только общеобразовательную, но и музыкальную школу по классу фортепиано. В подростковом возрасте он увлекается футболом, авиамоделированием и бейсболом. Также у Ильича имеется высшее образование. Он окончил психолого-педагогический факультет Санкт-Петербургского государственного института культуры. Еще в школе Илья со своими друзьями образовал группу Тенкор. Коллектив творил музыку в жанре эмо-кор. По резонным причинам в то время сразу же добиться славы не получалось. Долгие годы уходили на самосовершенствование и упорные репетиции. Нужно было уметь играть на инструментах. А это очень сложно. Это нам нужно учиться. И нам пришлось учиться. Учились мы года 4 до 18 лет. То есть все это время мы просто сидели, репетировали, выступали в своем клубе в городе Сосновобор Арт-Карусель. Только в 2005 году был записан дебютный альбом под названием «Мое последнее письмо», куда вошли 10 концептуальных композиций, включая «Будет поздно», «Псевдолюбовь», «Мир без тебя», «Метро» и «КВН». Затем были выпущены клипы на треке «Ненависть и верю». В тот же период Tencore записали новый альбом «Rock Baby». Совершили тур его поддержку, посетив около трех десятков городов нашей страны. А в 2008 вышла их новая пластинка «Sexpo Lies», включившая 10 песен в жанре альтернативный рок. Параллельно музыкант успел поработать с коллективами Like A Vision, Sand Bastards, Constructor, которых в масс-медиа окрестили то ярчайшим явлением в культурной жизни страны, то экспрессивными сумасшедшими. В 2011 году Ильич, имевший уже опыт производства видеоклипов, начал сотрудничать с творческим объединением «Спасибо, Ева» и осваивать видеоблогинг. В партнерстве с Владимиром Бесединым он запустил проект шоу «Гафи-Гафа». К его записи они привлекли других звезд Ютуба. Илью Давыдова, Руслана Усачева, Артура Гальченко, это который Сэм Никель, Василия Руденко и других. Привет, наш маленький зритель. Ты смотришь шоу «Гафи-Гафа». Привет! На то время шоу было достаточно популярным благодаря своей хардкорности и отсутствию плотности годного контента на Ютубе. На этом, естественно, Ильич и коллектив «Спасибо, Ева» не ограничились. Выходили все новые интересные проекты и даже снимались сериалы, в которых Илья выступал одновременно как режиссер и как актер. В 2013-м Ильич начал сотрудничать с петербургским видеоблогером, участником успешной группы Эльдаром Джараховым. Результатом их совместного творчества стало создание объединения Click Clock Band. В рамках проекта Ильич, Джарахов и другие блогеры играли в дженгл с электрошокером, боролись в бассейне с вазелином в откровенных купальниках, давали друг другу леща и делали множество других безумных, но забавных вещей. Не обошлось и без музыкальных талантов Ильича. В общем-то канал Click Clock плодотворно существует и развивается по сей день, имея в своем вооружении более 6 миллионов подписчиков. Однозначно Ильич один из самых успешных людей в мире русскоязычного ютуба. На его счету не один проект и канал, который нашел свою аудиторию и снабдил ее годным контентом. А вот в случае с Ильей наглядно работает поговорка «Талантливый человек талантлив во всем». Да, думаю, вы знаете о чем я. Конечно же, это музыкальные заслуги коллектива Little Big и непосредственно самого Ильи, так как он является ее основателем и лидером. Не хочется принижать таланты других участников группы, да и не придется ни в коем разе, ведь успех коллектива — это командная работа, и здесь каждый занимает свое почетное место. Об участниках мы обязательно поговорим, а сейчас речь пойдет об эволюции творчества Little Big. Итак, начиналось все подобающее рейв-коллективу, ведь после выпуска клипа на первую песню «Every day I'm drinking», которую мы обозревали в начале выпуска, их позвали на разогрев не к кому-нибудь, а к знаменитой южно-африканской группе «Die Angle». На тот момент репертуар Little Big состоял из одной песни. Трудолюбивые молодые люди за полтора месяца записали аж шесть треков и сняли клипы на три из них. Группы сразу же окрестили русским «Die Angle» и даже обвинили в плагиате, но позже всем стало понятно, что Little Big — это самобытный феномен, хотя некоторых скотств, причем даже внешних, избежать не удалось. К слову, Little Big подружились с южно-африканским коллективом, а фронтмен «Die Angle» даже респектовал молодой группе из России. Жемчужиной банды лича стали солистки с маленьким ростом, но большой душой — Олимпия Ивлева и Анна Карст. Очень жаль, что на данный момент эти замечательные девушки покинули коллектив, и на Евровидении мы их не увидим. Думаю, они бы точно покорили сердца миллионов людей на мировой сцене. No future! No future! Особенно мне импонирует Олимпия, и я даже подписан на нее в Инстаграм. А кто из девушек коллектива вам нравится больше? Пишите в комменты. Популярность группы росла в геометрической прогрессии, а особым фактором являлось то, что значительная часть аудитории состояла из людей различной национальности, не только русскоязычной, что для отечественных исполнителей является чуть ли не феноменом. И здесь, как говорилось ранее, наш народ воспринимал сатиру Little Big совершенно по-разному. Кто принимал это почти что за измену родине, а кто-то искренне гордился коллективом. Стоит отметить, что последних было большее количество. И слава богу! И вот на дворе март 2014 года. А свежеиспеченная банда Ильича не собиралась останавливаться и выпустила свой дебютный альбом под названием With Russia From Love. Туда вошло 12 композиций. На многие из них были сняты клипы, которые мы вам показывали ранее, но помимо экранизированных треков были и те, которые остались без клипов, но они не менее крутые. Вот, послушайте, например, песню Pumpage. Но посмотрите, только как Вайбову Ильича на концертах, это же нереально круто. Сразу после выхода дебютной пластинки коллектив начал регулярно устраивать концертные туры по России и странам Европы. Группа побывала в Бельгии, Франции, Германии, выступала на одной сцене с такими звездами, как Skrillex и Snoop Dogg. В этом же году коллектив покинула одна из солисток с маленьким ростом Anna Kast, а в 2016 на ее место взяли Софью Туирскую. 9 сентября 2015 выпущен клип на сингл Give Me Your Money с предстоящего альбома. Трек был записан совместно с близким по стилю эстонским музыкантом Томасом Томеметсом, более известным как Томми Кэш. Почти одновременно с этим клипом на канале группы выложена пилотная версия нового мини-сериала American Russians. А вот уже 19 декабря 2015 года коллектив представил аудитории второй альбом Funeral Rave, состоящий из 11 треков. Само название переводится как похоронный рейв, что насторожило многих поклонников банды Лича. Многие посчитали, что таким образом музыканты намекают на завершение карьеры, однако Илья быстро опровергнул эти слухи. Он сообщил, что так их окрестили в зарубежной прессе, а в ближайших планах группы прокачать весь мир и заставить говорить о себе во всех уголках планеты. Клип на одну из песен с альбома «Полюшка Поля» был снят при помощи поклонников группы со всей России. В этой работе объединены кадры, пейзажи и достопримечательности, которые люди присылали для Little Big со всех уголков нашей необъятной родины, снятые авторами с квадрокоптеров. Ну, вот это ли ненародная любовь? Смотрим сам клип. В результате получилось видео, в котором за 4 минуты было отображено более 20 отечественных городов. В съемках другого успешного клипа «Head for Love» приняла участие известная модель и фотограф Елена Шейдлина. Как по мне, один из самых красивых клипов в СНГ. А как считаете вы? А вот вам композиция Little Big «Fucking asshole», не имеющая экранизации. Но зато есть очередная запись с концертом. Такое же видео имеется и на трек «Tru Pachi». А вот уже 21 мая 2016 года на музыкальном фестивале Berlin Music Video Awards работы банды Ильича со второй пластинки были отмечены рядом наград. Видеоклип Big Dick занял первую позицию в категории Most Trash. Он получил большую известность благодаря сексуальным, горячим образом и подтексту, который представляет собой пародию на поп-клипы, где исполнители как бы меряют со своим достоинством, а Ильич решил сразу и понятно его показать. На том же берлинском фестивале также отметили коллаборацию с Томми Кэшем «Game Me Your Money». Накануне четвертой годовщины своего существования, Little Big выпустил сингл Ray One и клип на него. В марте 2017 года вышел один из моих любимых клипов банды Ильича «Lolly Bomb». Честно признаюсь, пересматривал его раз 20. Эта работа подняла одну из самых злободневных тем на тот период – угрозы Ким Чен Ына развязать ядерную войну. В ролике показано, как актер, уроженец Гонконга, изображающий северокорейского диктатора, влюбляется в ядерную бомбу и дарит ей цветочки, завязывает отношения и даже совокупляется. Но Love Story заканчивается, бомбу взрывает, Ким Чен плачет, уходит в депрессию, но вскоре встречает новую избранницу. В феврале 2018 года на крупном Лос-Анджелесском фестивале Global Film Festival Awards эта работа заняла первое место в номинации Best Music Video. В мае 2018 года поклонники наконец-таки дождались свеженького релиза от Little Big под названием «Антипозитив», пока что это была только первая часть. «Антипозитив» в часть 1 вышла довременно с клипом «Punks Not Dead» 8 мая. Как мы можем видеть, музыка коллектива заметно потяжелела, подмешав в себя дикую смесь панка. Но это все местами. Например, в треке АК-47 мы можем услышать даже рэп. И даже пердеж. Но здесь ничего удивительного, это же Ильич. Не обошлось и без громкого хита. 18-й вообще был максимально взрывным. И нет, я еще пока не про Скиби-Ди. Мы не можем обойтись без трека «Фараденза», который собрал на данный момент почти 200 миллионов просмотров. Ну вот теперь можем с чистой совестью вспомнить вторую и последнюю часть пластинки, которая была выпущена 5 октября того же года. Тогда еще ничего не подозревающая банда Ильича в обычном режиме трудилась над очередной видеоработой на новый трек «Скиби-Ди». По признанию самого Ильи, такого крупномасштабного выстрела никто не ожидал. Думаю, вирусный танец на эту песню не обошел стороной почти никого. Вольно или невольно, всем приходилось это видеть и даже участвовать. Остановись, порвешься. Я уже порвался. Работаем, ребят! Little Big удалось сделать практически невозможное для отечественных исполнителей, а именно запустить крупномасштабный мировой челлендж. На этот момент пришелся пик популярности коллектива. По состоянию на 2020 год видео собрало более 360 миллионов просмотров. Но, как подмечал сам Ильич, на всем протяжении карьеры ему приходилось всегда перепрыгивать свои достижения. Думаю, что Юровидение – это именно то место, где он совершит очередной прыжок. Так что ждем жары. В декабре 2018-го Ильич порадовал нас интересной коллаборацией. Совместно с Сергеем Жуковым был выпущен клип «Слэммятся пацаны», припевом которой послужили строчки из старого бенгера «Руки вверх». В феврале 2019-го года «Скебеди» получил платиновый статус. И здесь, казалось бы, должен же когда-нибудь наступить творческий кризис, особенно после таких выстрелов. Но нет, Литл Биг не подчиняется общепринятым мерам. Так, в 2019-м они успели нас порадовать клипом на трек «I'm OK», где разыгралась целая драма пьяных и свободных людей. Причем уже явно в возрасте, которые в баре по выходным ищут себе полового партнера. Сатиры поимела очередной успех. «I'm OK», «I'm OK», «I'm OK», «I'm OK», «I'm OK», «I'm OK». Менее популярным получился клип на трек «Rock Paper Skysers», но тем не менее пародия удалась, особенно зайдет любителям животных. «Rock Paper Scissors», «Rock Paper Scissors», «Rock Paper Scissors», «Rock Rock», «I'm a reader». Ну и вот мы приближаемся к крайней работе банды Лича под названием «Go Bananas», ставшей уже достаточно популярной. Чуть больше, чем за три месяца клип успел набрать 65 миллионов просмотров. Теперь давайте более подробно поговорим о составе «Little Big», который отправится отстаивать честь нашей страны на предстоящем Евровидении в Нидерландах. Практически с самого основания коллектива в нем состоят два музыканта из питерской альтернативной рок-группы «Jane Air» – фронтмен Антон Лисов, он же Лис. «Little Big» появился с 2014 года. И басист Сергей Макаров, он же Гок, который вдобавок является саунд-продюсером, в банде состоит еще с 2013. И, конечно же, куда без замечательной девушки Софьи Туверской, которая числится в составе с 2016. Ну и, конечно же, самый Лич. Как мы можем видеть, состав максимально убойный. Но по условиям конкурса на сцене должно быть не более шести артистов. В «Little Big» безумцев всего четверо. А это значит, что нужно было пригласить еще двоих исполнителей. Многие долго гадали, кто же дополнит состав звездного коллектива. А уже 12 марта, когда перед нами предстало новое творение банды Ильича, с которым они поедут громить Европу под названием «Уна», тогда-то все более-менее встало на свои места. Итак, пятым участником стала вокалистка «Флорида Чантурия», на время арендованная не у кого-нибудь, а у группировки «Ленинград». Неплохой трансфер, правда? У шнура на вокале «Флорида» уже с 2016 года. Выглядит она прекрасно и колоритно, да и поет превосходно. Отличный выбор для предстоящего Евровидения. Так, шестой фигурой команды стал не менее яркий и привлекательный Юрий Музыченко, он же давний друг Ильича, с которым они вместе разрывали YouTube-пространство в объединении «Клик-клак». К тому же Юра Музыкант и является фронтменом группы «The Hatters», которая, в свою очередь, состоит в объединении «Little Big Family». Ну, а самое сладенькое мы оставили напоследок. Да-да, это тот самый пухляш, который с первого же дня с запуска клипа сумел полюбиться чуть ли не всему миру. Многие переживали, что на само Евровидение его не возьмут. Даже создавались специальные петиции за пухляша, а телевизионные каналы и интернет пестрили новостью о том, что пухляш стал популярен уже не менее, чем сам «Little Big» и является главной изюминкой клипа. «Страна и мир» сплотились за пухленького танцора, чуть ли не бунтуя за его участие в комментариях. Так, ну а кто же этот паренек? Его имя Дмитрий Красилов, и он профессиональный танцор. Не сказать, что Дима был ноунеймом до этого судьбоносного участия в клипе «Уна». Многие зрители шоу-танца на ТНТ с ним уже хорошо знакомы. Это видео с выступлением барнаульского танцора за несколько недель собрало больше ста тысяч просмотров и десятки восторженных комментариев. 2 сентября после выхода программы «Танцы» на федеральном телеканале Дмитрий Красилов неожиданно для себя стал знаменитостью. Слава бешеная! Я не знаю, откуда люди просто берутся. Я, конечно, знаю, что у нас страна очень миллионная, как бы, по населению, но, мне кажется, совсем скоро она у меня будет вся в Инстаграме. Эх, Дима, ты еще не знал, что несколько сотен тысяч просмотров через три года превратятся в миллионы и народную любовь. И здесь возникает вопрос, а как же в Little Big вообще заметили Пухляша? И все произошло на съемках шоу-бар в большом городе. Гостями шоу были как раз-таки Соня Туирская и сам Ильич. А в одной из рубрик выступал Дима. Давайте неудачные кинопробы. Неудачные кинопробы? Ух, интересно, о чем же это? Всем привет, привет, раз, два, раз, два. Здорово, здорово. Всем привет. О, слышу, классно. Спасибо. Спасибо. Да ладно, еще ничего не рассказывал. Итак, уважаемый зритель, как вас зовут? Откуда вы приехали? Меня зовут Красилов Дмитрий. Я приехал из города Заринска. Там Дмитрий рассказывал о своей ироничной истории, а именно о том, как о его жизни написали сценарий фильма. Пригласили на пробы своей же роли, и там он занял второе место. А после играл актера дубляжа. Да, забыл совсем сказать, пухляж, помимо танцевального образования, получил и актерское, но сейчас не об этом. По окончанию выступления Дима исполнил свой коронный прием танца. Думаю, именно это запало в душу к Соне и Ильичу. И они вспомнили о навыках молодого парнишки, когда настал момент придумывания клипа. Также есть еще небольшой инсайдик. Пухляж уже пытался до этого попасть в клип Little Big, но почему-то его не взяли. Вот такая невероятная и интересная история Димы. Будем все вместе следить за ее развитием, поэтому обязательно подпишитесь на канал и нажмите колокольчик. Совсем скоро выйдет новый интересный ролик по этой теме. Так, ну а как мы говорили ранее, на сцене Евровидения должно быть не более шести артистов, а в клипе Уна мы наблюдаем сразу же семерых. Учитывая то, что Юрий Музыченко и Флорида Чантурия – это музыканты, то логично было бы предположить, что не поедет именно Пухляж. Поэтому за него сразу же вступили зрители. Волна переживаний за то, что Дима не поедет на Евровидение, докатилась до Little Big, которые, в свою очередь, сделали пост в Инстаграме, что Дима все же отправится вместе с ними в Роттердам. Так, вот слово «отправиться» – это одно, а «будет выступать» – это другое. Пока ничего неизвестно, остается только гадать, как будет на самом деле. Ведь если не поедет Флорида, то и у Сони не окажется перестраховочный бэк-вокалистки. А не дай бог, что случится с голосом Сони, выступление сорвется. С Юрой тоже непонятно, ведь он давний друг Ильича. Напишите по этому поводу свои мысли в комментариях, будем очень ждать. Так, ну раз мы уже все почти узнали о наших конкурсантах, давайте поразмышляем, каковы шансы на победу. И да, я думаю, что они максимально приближены к первому месту, как и многие, кто знаком с творчеством Little Big и иногда просматривал конкурс Евровидения. У ребят есть абсолютно все. Они же первоклассные шоумены, я даже не могу представить более идеальный коллектив. Помимо того, что они превосходные музыканты и танцоры, они знают, как это все завирусить. И вот все уже хорошо, но может быть одно, но это политическая обстановка в мире. И здесь все плачевно, мы можем это наблюдать на примере спорта, творится откровенный беспредел. Поэтому остается только верить в лучшее. Но и это еще не все. Конечно же, куда без пандемии коронавируса, который поглощает в свои лапы почти всю Европу. Пандемия коронавируса нового типа может продлиться, внимание, два года. Совсем уже не смешно. Вакцин при этом, если они таки будут созданы, на всех может не хватить. С таким алармистским абсолютно заявлением сегодня выступил немецкий Минздрав. Вряд ли кто-то мог представить, что европейцам для выхода из дома потребуется соответствующая справка с пояснением причины. В Париже танки, в Берлине закрыты абсолютно все бары, рестораны. А испанцы в социальных сетях уже окрестили Мадрид городом-призраком. Отменяются абсолютно все ближайшие массовые мероприятия. А май уже совсем скоро, поэтому Евровидение не станет исключением. Поступило официальное заявление, что организаторы решили перенести конкурс на 2021 год. В нем смогут принять участие все артисты, которые прошли отбор в этом году. Эх, все так долго ждали выступления Little Big на европейском конкурсе, и вот он момент почти настал. Но пандемии не щадит никого. И здесь становится совсем не до конкурсов. Будем, конечно же, ждать следующий год и приклинать коронавирус, чтобы он побыстрее уйтих. Эх. Так, коронавирус с коронавирусом Евровидение хоть и перенесут, но оно по-любому состоится рано или поздно. А там мы увидим выступление Little Big с новым творением под названием Муна, которое уже успело поиметь ошеломительный успех во всем мире. Хотя, к сожалению, через год оно уже будет не таким новым. В 17.05 по московскому времени, 13 марта, спустя 16 часов после публикации на канале Евровидение на YouTube, видео стало лидером как по количеству просмотров, так и по количеству лайков среди всех официальных видеоклипов на песни, участвующие в конкурсе в 2020 году, многие из которых были опубликованы несколькими неделями ранее. За первые сутки видео набрало 8,3 миллиона просмотров и 560 тысяч лайков, и попало во вкладку в тренды YouTube в 28 странах-участниках Евровидения. 16 марта на четвертые сутки после публикации видеоклип набрал более 1,3 миллиона лайков, и поэтому показателю вышел на первое место среди всех опубликованных с 2007 года роликов на канале. А по состоянию на 18 марта над клипом красуется 33 миллиона просмотров и полтора миллиона лайков, что является абсолютным рекордом. И вот этот новый вирус от Little Big куда помасштабнее коронавируса, а главное намного добрее. Как и в случае со Скибиди, новое движение танца распространяется по всем соцсетям, и только ленивый зритель не повторял их у себя дома перед зеркалом. Little Big запустили челлендж в поддержку своей песни «Уна». С ней они будут представлять Россию на Евровидении. Группа предложила пользователям снимать видео и выкладывать их в сеть с хэштегом «Унавижн челлендж». Народ быстро откликнулся на просьбу, и сейчас в ТикТоке уже сотни роликов. Да, новый челлендж и новый успех. Никто из остальных участников Евровидения такого повторить точно не сможет. Даже рядом. Поэтому победа должна быть в кармане. Но расслабляться раньше времени точно не стоит, и забывать про политику тоже. И да, жаль, что весь хайп за год поутихнет вокруг «Уна». Хотелось бы ковать железо, пока оно горячее, но расстраиваться особо не стоит. Может быть, что накроет и вторая волна хайпа. Еще хотелось бы выразить огромную благодарность первому каналу, что они приняли правильное решение. Уверен, что их ждут небывало высокие рейтинги, и они сами это понимают. К экрану прилипнет почти все население страны, и наконец-то приобщится молодежь. Давайте послушаем самого Ильича и Софью в интервью Первому каналу. Это огромная ответственность, потому что мы представляем Россию. И поначалу мы как бы радовались, потом пришел такой прям страх, потому что надежд всегда много, но мы постараемся сделать все, что от нас зависит. Это прям событие для любой группы унитарного масштаба. Как часть любого русского человека, юмор, он у нас в крови, потому что без юмора, ну, невозможно жить. Вот, поэтому песня будет веселой. Не беспокойтесь за хореографию, у нас все, ну, тип-топ. Мы вам обещаем, вы будете удивлены. Ну что, держим кулачки и ждем май. А на этом все. Друзья, спасибо, что досмотрели сюжет до конца. Будем держать вас в курсе событий с Евровидения и не только. С вами был канал Шоу Биз. Обязательно ставим лайк, колокольчик и подписываемся, ведь скоро будет еще один ролик про банду Ильича. Не пропустите. Внимание, бандит. Да-да, ты, зритель по ту сторону экрана. Я обращаюсь к тебе. Если ты знаешь рэпера, у которого нет бабок на рекламу, сообщи ему о том, что два крупных канала объединились, чтобы замутить серьезный движ. Получи возможность публикации на канале Шоу Бизнес и в паблике Punchline. Раз в две недели любой R&B и хип-хоп артист может абсолютно бесплатно прислать один свой самый-самый лучший трек к нам на почту, которая сейчас транслируется на экране. Каждую неделю мы будем выбирать лучшие 12 треков и делать самую крутую подборку достойных российских фрешменов. Это уникальный проект, аналогов которого нет. Только лучший свежак на канале Шоу Бизнес и в паблике Punch. Субтитры сделал DimaTorzok